Под одной крышей на площади почти 500 квадратов. 14 светлых и уютных номеров. В каждом все, что нужно для комфортного пребывания. Начиная от банных халатов, заканчивая кухонной утварью. Отельеры с опытом знают, чем порадовать даже самых требовательных постояльцев. 9 лет мы работаем, и гости совершенно разные. Как приезжают в командировки, которые просят именно одноместные номера, так и приезжают группы детей, которые хотят разместиться также в одном номере, но чтобы номера были большой вместимостью. Цены по ямальским меркам весьма демократичные. 5 тысяч рублей в сутки за двоих. Есть возможность дополнительно заказать и завтрак, и полный пансион. Всего в доме 4 этажа. Три верхних отданы под номерной фонд. И здесь главная изюминка апарт-отеля. Номера на последнем в мансарде двухэтажные, рассчитаны на 6 человек. В цоколе пока только прачечные, но скоро, обещает владелец, появятся свои кухни и небольшое кафе. Ну а во дворе, если позволят финансы, банный комплекс бассейна. Надежда на сторонние инвестиции у предпринимателя есть. В развитии туристической инфраструктуры заинтересованы многие, в том числе и в правительстве Ямала. Действительно, эта сфера для нас является приоритетной, в том числе и потому, что здесь не очень высокий уровень конкуренции. Это единичные проекты. Этим, наверное, они сейчас на этом этапе и ценны. Но потенциал рынка, на наш взгляд, он в несколько раз выше, чем то предложение, которое сегодня есть. Среди доступных для путешественников форматов в Салихарде вариантов до недавнего времени было не так много. Привычные гостиницы, хостелы, да посуточная аренда квартир. Теперь вот появился и апарт-отель. Идея, говорят специалисты, не нова. Но у нее есть своя целевая аудитория. Главное, конечно, в том, что ты фактически живешь в своей квартире. Ну, то есть в отдельной квартире. И вот это ощущение домашнего такого уюта какого-то, оно дорогого стоит, и гости на это идут. Даже не пользуясь кухней в полном объеме, как у себя дома. Ну, а пока новый отель принимает брони на ближайшее будущее и готовится встречать Новый год. Анастасия Альденбургская, Александр Ёлтышев, Время Ямала, Салихард.